Танцы не входят в программу соревнований, но некоторые из устройств решили показать, на что способны. Ничто человеческое и роботам не чуждо. Интересно, что в качестве моделистов выступают не только мальчишки. И у девочек не куклы, а единственные игрушки. В состязаниях роботов в этом году две номинации – Ардуино и Лего. Сначала проходит трек роботы Ардуино. У каждого устройства есть датчики цвета, с помощью которых оно читает линию. Кстати, робот-танцор не смог справиться ни с одним поворотом. А этой умной игрушке повезло больше. Робот осилил почти все повороты. Он сбился с курса, и поэтому решил вернуться назад. Не на ту линию вышел, и поэтому... Ну, семь баллов. Чтобы победить роботу, его команде нужно набрать наибольшее количество баллов. Пока здесь только школьники Петрозаводска. Уж больно сложна подготовительная работа, чтобы выполнять ее на расстоянии школьникам из районов республики. Побороться при этом есть за что. Студенты 10-11 классов, кто займет высокие позиции с первого по третье место, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. А для них это в том числе такой мотивирующий фактор. Помимо того, что это интересно. В Петрозаводском ЧАПе есть куда расти. Здесь совершенству нет предела. Тем более, что задания конкурса с каждым годом становятся сложнее. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+.